У маленькой Ани сегодня экскурсия. Вместе с мамой гуляют по новому детскому садику. Через пару недель девочка займёт своё место в ясельной группе. Мама Таня рассказывает, в микрорайон Тихий Зори переехали с семьёй недавно и переживали, что придётся встать в новую очередь и долго ждать садик. Встали в приоритетный в этот 107-й сад, и нам повезло, что вот он скоро построится, и мы пойдём в детский сад. Мы живём здесь рядом в 27-м доме. У нас прям садик виден из окна. Так что будет гулять, будем за ней наблюдать, прямо из окна. Новый детский сад в Тихих Зорях примет 270 ребятишек, три ясельные группы и шесть дошкольных. На первом этаже медпункт, игровая зона с песочницами и волшебный зал релаксации. На втором – современная кухня, музыкальный зал и большой спортзал. В марте ещё один детский сад откроется в железнодорожном районе, на улице 8 марта. И строительство, в том числе и проектирование продолжаем новых детских садов. Но при этом не забываем традиционно, мы сейчас ходим в плановый период ремонтов. Планы большие на этот год, у нас более 300 контрактов. В этом году планируется строительство детского сада на 300 мест в медицинском городке. Такой же появится и в Академгородке. Начнётся проектирование ещё двух детских садов. Сейчас идут конкурсные процедуры на определение подрядчика для разработки проектов детского сада в микрорайоне «Бугач» и в шестом микрорайоне жилого комплекса «Покровский». Для нас актуальным являются ещё и дополнительные меры. Это наша ежемесячная мера о социальной поддержке дополнительная в размере 6216 рублей. Выплату получают дети от трёх до пяти лет, которые поставлены на учёт до 31 марта 2021 года. Ещё одна мера поддержки – работа администрации с частными предпринимателями. Наши муниципальные дошкольные учреждения заключают контракты с частными дошкольными учреждениями в целях оказания услуги по присмотру и уходу. В настоящее время у нас как раз идут конкурсные процедуры, контракты заключаются. Получается, что ребёнок ходит в частный детский сад около дома, но платит за него государство. Более 4000 родителей-дошколят смогут воспользоваться данной мерой. Основной этап комплектования детских садов пройдёт с 1 апреля до 1 октября. По дошкольным учреждениям распределят 12 тысяч детей.